На носу 11.11 и вы решили прикупить себе новый смартфон, тогда очень рекомендую смотреть этот обзор до конца, так как здесь у нас будет шикарный смартфон по адекватной цене, он плюс норд. Здравствуйте дорогие друзья, вы находитесь на канале Made in China или сделано в Китае. Я как обычно получил новую посылку, сейчас мы ее с вами вскроем и посмотрим что находится внутри. Если же вы до сих пор не являетесь подписчиком моего канала, то рекомендую сделать это прямо сейчас, впереди вас ждет очень много интересных роликов, а также нажать на колокол и выделить все. А перед тем как начать, небольшое объявление. Почти в каждом ролике своего канала я провожу конкурс, подробности которого вы сможете узнать, если досмотрите этот ролик до конца. Итак друзья, как говорилось ранее, сегодня мы обозреваем смартфон он плюс норд. Теперь давайте пробежимся по характеристикам и посмотрим что это за зверь такой. Для начала дисплей. Здесь у нас AMOLED с диагональю 644 дюйма и разрешение у него Full HD+, а частота обновления 90 герц, что согласитесь совсем немало. Сердцем этого смартфона является Snapdragon 765G с графическим ускорителем Adreno 620, что вбивает в Antutu 320 тысяч баллов. То есть поиграть на этом смартфоне вы по-любому сможете, причем на шикарных настройках. Память здесь или 8 или 12 гигабайт LPDDX4. И встроенной памяти 128 или 256 на выбор. Камера на тыльной стороне основная 48 мегапикселей от AMX586. Ширик 8 мегапикселей с углом обзора 109 градуса. Сенсор глубины 5 мегапикселей и макрообъектив для рассматривания паучков в 2 мегапикселя. Фронтальная камера для селфи, основная 32 и ультраширокий объектив 8 мегапикселей с углом обзора 105 градусов, что совсем чуть-чуть меньше, чем на тыльной стороне. Аккумулятор 4115 мАч с поддержкой быстрой зарядки 30 Вт, которая идет естественно в комплекте. От голых характеристик мы перейдем к практическим наблюдениям. Fluid AMOLED очень хорош. В вопросе цветопередачи и насыщенности мне по крайней мере нравится. Сложно назвать устройство в данном ценовом сегменте, где стоит лучший дисплей. А спонсор нашего сегодняшнего ролика YouTube канал Митрофан. На этом канале вы сможете посмотреть прохождение абсолютно всех частей постапокалиптической вселенной метро, а также узнать все самые главные фишки, где находятся трофеи, посмотреть шикарный летсплей, узнать где найти все тайники и пройти побочные задания. Очень рекомендую посмотреть этот новый канал и на него подписаться. По максимальной яркости же все прекрасно, 1000 нит. Если сравнивать с iPhone SE, то 325 нит у того. Устройство комфортно пользоваться при солнечном свете. Все будет видно просто замечательно. Смартфон делает хорошую фотографию при условии нормальной освещенности и отличной детализации хорошим динамическим диапазоном. Фронтальная камера очень приличная. А наличие ультраширокого модуля позволяет делать групповые селфи или фотография на фоне интересных объектов. С видеозаписи полный порядок комбинации с оптической и электронной стабилизацией работает как положено и избавит от эффекта дрожжания. Видео можно записывать в 4К. Как говорилось ранее, здесь у нас на борту отличное железо, которое позволяет устройству показывать отличные результаты в производительности. В Antutu легко обходит Google Pixel 3A, который набирает 150 тысяч очков. В нашем уже устройство в два раза больше. Snapdragon 765G позволяет играть на все популярные игры на максимальных настройках. Интерфейс летает без глюков и подтормаживаний, естественно без фрезов. Для полного заряда аккумулятора понадобится всего на всего час. Энергии хватит смартфону, чтобы прожить один день при адекватном использовании. Присутствует NFC, поддержка 5G сетей, Wi-Fi 6. Ну а теперь давайте пройдемся от плюсов к минусам. Смешанное чувство вызвало у меня съемка при недостаточном освещении. Если с детализацией все неплохо, то светопередача подкачала. Смартфон так и норовит уйти в бледные тона. Расстроило отсутствие аудиоразъема и слота для карты памяти. Хотя в данный момент беспроводные стереогарнитуры пользуются большим спросом и для вас скорее всего это не будет проблемой. Хоть и не мало, но хотелось бы иметь возможность расширить ее объем. Но зато можно воспользоваться вот и говариантом. Просто вставляете кабель, в него флешку и вуаля, у вашего смартфона появляется новая память. Ну и как заключение. Можно со всей уверенностью заявить, эксперимент он плюс в среднем сегмент рынка удался. У них получилось сделать качественный сбалансированный смартфон, который получился симпатичные характеристики. Ссылка как обычно находится под этим видео. Переходите. Если вас интересует данный гаджет, то заказывайте прямо сейчас. И не ждите 11.11, потому что тогда его может просто уже не быть. А добавляйте данный агрегат в корзину прямо сейчас и делайте предзаказ. А если вы хотите помочь моему каналу, то ссылка на донат находится под этим видео в описании. Также рекомендую посетить нашу группу ВКонтакте и Телеграм, в которой вы можете найти материалы, которые здесь не выходят. Переходите, подписывайтесь прямо сейчас. И вы будете всегда в курсе появления самых интересных гаджетов, новых видео на нашем канале, а также мега распродаж. А если вы хотите поучаствовать в нашем конкурсе, то вам надо сделать всего-навсего несколько вещей. А именно, поставить лайк в видео, которое вы смотрите, подписаться на мой канал, если вы еще не подписаны, и нажать на колокол. А также оставить комментарий. И в комментарии не забудьте оставить свои контактные данные для связи. Как только этот ролик наберет 300 лайков, я рандомно выберу трех победителей, которые получат по 100 рублей. Также рекомендую смотреть мои прошлые ролики, там вы найдете огромное количество интересного контента с распаковками и тестами. На этом я буду заканчивать сегодняшнее видео. И напоследок пожелаю вам всего самого наилучшего, а также счастья и крепкого здоровья. До новых встреч в следующих роликах. Пока.